Доброго-доброго времени суток, дорогой зритель! Меня зовут Лещенко Глеб, и как обычно по воскресеньям я рассказываю самые интересные и горячие новости из мира кино за неделю. Итак, садись поудобнее, и мы начинаем! Иностранным фильмам не придется платить 5 миллионов рублей за прокат в России. Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский заявил, что подконтрольное ему ведомство предлагает отказаться от идеи увеличения стоимости прокатного удостоверения в стране до 5 миллионов рублей в пользу процентных отчислений. Я просто похлопаю. Министр подчеркнул, что разовый сбор гораздо проще в администрировании, но у него есть единственный, но существенный минус – это риск, что малобюджетное авторское кино не появится в широком прокате. При этом Мединский считает, что финансирование отечественного кинематографа должно осуществляться за счет проката зарубежных фильмов. При этом деньги, по мнению министра, должны идти непосредственно в фонд кино. Процент от проката он еще не определил. Paramount Pictures приобрела права на экранизацию Соника. После того, как Sony Pictures отказали в работе над проектом, Paramount тут же заняли их место и дали картине зеленый свет. Студия планирует снять проект как гибрид из компьютерной графики и живых актеров по типу книги джунглей. В числе продюсеров также числится Нил Морритц, ответственный за серию «Форсаж». Дата выхода пока неизвестна. Джаред Лето в боепике о создателе Playboy. Оскароносный актер исполнит главную роль в биографической драме о Хью Хефнере, который умер неделю назад на 91-м году жизни. Режиссером и продюсером выступит Брэд Реттнер, который снял «Красный дракон» и «Люди Икс. Последняя битва». Производством занимается его собственная студия «Рад Пак Интертеймент». Лента сфокусируется на превращении Хефнера из простого мечтателя, выросшего в консервативной семье, в икону сексуальной революции. Кейт Уинслетт снимется в аватарах Джеймса Кэмерона. Спустя 20 лет после появления в мелодраме «Титаник», Кейт Уинслетт возвращается к Джеймсу Кэмерону, но уже в совершенно ином проекте. Актриса подписала контракт на одну из главных ролей в продолжениях блокбастера «Аватар». С первого нашего сотрудничества в «Титанике», которое было одним из самых плодотворных в моей карьере, мы с Кейт 20 лет пытались найти возможность поработать вместе, говорит Кэмерон. Мне не терпится увидеть, как она оживит Ронал, свою героиню. Невеста Франкенштейна отложена на неопределённый срок. Студия Universal Pictures решила повременить с началом препродакшена своего следующего фильма «Киновселенной монстров. Невеста Франкенштейна». Как сообщает Варайти, пауза связана с тем, что боссы студии и режиссёр Билл Кондон решили больше времени уделить качеству сценария. Соответственно, премьера, которая должна была состояться 14 февраля 2019 года, отменена. Предполагаемый режиссёр спин-оффа «Форсаж» Шейн Блэк, который снял «Железный человек-3», «Славный парень» и «Хищник», является одним из кандидатов на постановку спин-оффа о приключениях персонажей Дуэйна Джонсона и Джейсона Стэттема. Студия Universal определится с выбором только после того, как Крис Морган допишет сценарий. Съёмочный процесс возьмёт своё начало в августе следующего года. Премьера намечена на 26 июля 2019 года. И переходим к новостям вкратце. Том Круз вернулся на съёмочную площадку шестой части «Миссия невыполнима» спустя полтора месяца после получения травмы колена. Студия Universal перенесла премьеру «Форсажа 9» с 19 апреля 2019 года на 10 апреля 2020 года. Студия Disney определилась с режиссёром сиквела «Малефисенты». Им станет Хоаким Ронинг, работавший над пятой частью «Пиратов Карибского моря». Дорогой зритель, подпишись на мой канал «Просто о кино». Каждую неделю здесь выходят всё новые-новые выпуски про кино. Также поделись этим видеороликом со своими друзьями в социальных сетях и поставь ему лайк. С тобой был на связи Лещенко Глеб и до встречи уже в следующем видеоролике. Всем пока-пока-пока!